Приветствую вас. Я думаю, что в идеале, если брать некий такой идеальный вариант, в котором бы вы могли реагировать, то это вариант реагировать вашими чувствами, так как вы чувствуете. Желательно не оскорбляя и не принижая другого человека, который может быть это делает, ну, просто потому, что вот такой он, и он знает о том, что вот есть такая вы, которая этому не нравится. Ваша задача вежливая, достаточно жесткая, уверенная, дать ему об этом понять. Если человек вам настроен позитивно, он поймет, перестанет так делать, больше в такой ситуации не возникнет. Но если он не поймет и продолжит, значит, этот человек не ваш, и вам как бы с ним общаться вообще не стоит. В любом случае, ну, или только если это правда. Но опять же, на работе вы не обязаны разговаривать, там, о том, о всем. Вот. То есть я не знаю другого способа, кроме как реагировать искренне, реагировать стандартно, реагировать своими чувствами. Вот. А другой вопрос, что это за чувства? Знаете, вот. Ведь вы говорите о том, что вы не любите терпеть, не можете, когда лезут вам в душу. Здесь у вас что, идёт? Какое чувство тут появляется? Злость, агрессия, раздражение, недовольство, ненависть, тревога, что? Вот. И, вероятно, с чем-то такая острая реакция связана. Может быть, вам потому и сложно её выражать. Потому что она чрезмерная, она чересчур сильная. Ну, с этим можно и нужно поработать. Я думаю, что вы могли бы дать волю этим чувствам, прожить их, увидеть, что у вас там ещё есть и научиться с этим обращаться и привносить в контакт с другими людьми так, чтобы это вело диалог с ними по наиболее комфортному для вас пути. Вот. Навыкам без конфликтного общения научиться тоже можно. Это тоже делается достаточно легко, но требует определённого усилия. Вот. С чувствами как бы это сложнее, если вы закрыты особенно. Вот. И ваш вопрос, как на это реагировать, понимаете? Он очень неблагодарный, если не сказать, немножко провокационный. Потому что вы не будете ждать нас, пока мы вам скажем, как вам реагировать. Вы уже как-то реагируете. И вопрос, который нужно задать вам себе. Как я реагирую, что со мной происходит, и что из этого я могу выразить другому человеку, чтобы его необоснованно не задеть, не унизить, не обидеть и так далее. Если я этого не хочу. Понимаете? Вот. Такой ответ. Сначала нужно всё-таки, наверное, по логике вещей разобраться немножко в том, что с вами происходит. Ну, потому что мы живём как бы среди других людей, и логично предположить, что кто-то из людей так или иначе к нам в душу лезет. Это нормально. И реагировать на это можно и нужно, наверное, спокойно, с юмором и так далее. Но у вас не получается, у вас появляется какая-то другая реакция. Вероятно, это некие ваши конфликты, проблемы, которые волей-неволей человек затрагивает, когда поступает так. Он, может быть, совершенно об этом не думал, он, может быть, совершенно этого не хотел. Вот. Но вы-то начинаете переживать немножко другое. И вот с этим вам нужно разобираться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за отклик на мой ответ.